Последняя стадия любви. Это наваждение, последняя степень любви, достигшей которой начинает боготворить объект своей любви и поклоняться ему. Ведь истинная суть поклонения, рабской покорности, смирение и безусловная покорность объекту любви. Раб – тот, кого поработила любовь и покорность объекту этой любви. Поэтому высочайшее положение раба Аллаха – подчиненность Аллаху, обудия, и не может быть для него положения более достойного, чем это. Всевышний Аллах упомянул самого достойного из творений перед ним и самого любимого для него, своего посланника Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, подчеркнув его подчиненность ему, обудия, при упоминании о самых достойных положениях, в которых тот оказывался. Это когда он взывал к нему, когда он бросал вызов тем, кто отрицал его пророческую миссию, и когда он был перенесен из Мекки в Иерусалим. Всевышний Аллах сказал, когда раб Аллаха встал, взывая к нему, они, джинны, столпились вокруг него, дабы послушать Коран. Сура джинны, аят 19. И Всевышний сказал, если же вы сомневаетесь в том, что мы не спослали нашему рабу, то сочините одну подобную суру. Сура корова, аят 23. Всевышний также сказал, причис тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений, из заповедной мечети в мечеть Алякса. Сура ночное путешествие, аят 1. Вот как толкуется этот аят в одном из тавсиров. Аллах прославляет и возвеличивает себя, потому что он может то, чего не может никто, кроме него. Нет Бога, кроме него, и нет Господа, кроме него. Он тот, кто перенес раба своего на некую часть ночи, телесно и духовно, наяву, а не во сне, из заповедной мечети в Мекке в мечеть Алякса в Иерусалиме, место вокруг которой он сделал благодатным в том, что касается злаков, плодов и т.д. Эта область была колыбелью многих пророков. Целью этого ночного переноса была демонстрация удивительного могущества и свидетельств его единственности. Поистине Всевышний Аллах слышит и видит абсолютно все и дарует каждому то, чего он заслуживает в этом мире и в мире вечном. А в хадисе о заступничестве говорится «Идите к Мухаммаду, рабу Аллаха, которому Аллах даровал прощение грехов прошлых и будущих», передали Аль-Бухари муслим. Согласно одному из объяснений, имеется в виду, что даже если бы у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, были какие-то грехи, они были бы прощены ему. Фатх Аль-Бари. Он заслужил право заступничества, благодаря совершенной подчиненности Аллаху, обудия, и совершенному прощению, которое Аллах даровал ему. Всевышний Аллах создал творение для того, чтобы они поклонялись ему одному, не предавая ему никаких сотоварищей. А это поклонение, самая совершенная любовь, соединенная с самой совершенной покорностью. Это истинная суть ислама и религия Ибрахима, мир ему, отворачиваются от которой лишь недалекие. Всевышний Аллах сказал, кто же отвернется от религии Ибрахима, кроме глупца? Мы избрали его в земной жизни, а в последней жизни он будет в числе праведников. Вот сказал Господь Ибрахиму, покорись. Он сказал, я покорился Господу миров. Ибрахим и Якуб заповедали это своим сыновьям. Якуб сказал, о сыновья мои, Аллах избрал для вас религию, и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. Или же вы присутствовали, когда смерть явилась к Якубу? Он сказал своим сыновьям, кому вы будете поклоняться после меня. Они сказали, мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов, Ибрахима, Исмаиля и Исхака, единственному Богу. Ему одному мы покоряемся. Сура корова, аяты 130-131. Поэтому самым тяжким грехом пред Аллахом является предавание Аллаху сотоварищей, и Аллах не прощает, когда Ему предаются товарищей. Основой предавания Аллаху сотоварищей является предавание Ему сотоварищей в любви. Как сказал Всевышний Аллах, среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных, и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Сура корова, аят 165. Всевышний Аллах сообщил, что среди людей есть такие, которые предают Ему сотоварищей, которых они любят так же, как надлежит любить Аллаха. И Он сообщил, что те, которые уверовали, любят Аллаха больше, чем предающие Ему сотоварищей, любят этих сотоварищей. Согласно другому мнению, эти слова означают, что верующие любят Аллаха сильнее, чем те, кто предает ему сотоварищей Хотя они и любят Аллаха, когда они начинают любить кого-то наравне с Аллахом, их любовь к нему ослабевает А поскольку любовь исповедующих единобожия обращена исключительно к нему, она сильнее любви тех, кто предает ему сотоварищей Приравнивание кого-то к Господу миров выражается, как уже было сказано, именно в этой любви Поскольку целью сотворения людей было посвящение этой любви исключительно ему, он жестко упрекнул тех, кто берет себе иных покровителей или заступников помимо него В некоторых аятах он упоминает и покровителей и заступников, а в других только одну из этих двух категорий Например, Всевышний сказал, Аллах, тот, кто создал небеса и землю и то, что между ними, за шесть дней, а затем вознесся над троном Нет для вас помимо него ни покровителя, ни заступника, неужели вы не помянете назидание? Сура земной поклон, аят 4 Всевышний также сказал Предостерегай им, Кораном, тех, которые страшатся того, что будут собраны пред Господом своим тогда, когда не будет у них помимо него ни покровителя, ни заступника Быть может, они устрашатся Сура скот, аят 51 И Всевышний Аллах сказал, упоминая одну из названных категорий Или же они взяли себе заступников помимо Аллаха? Скажи, а если они не владеют ничем и не разумеют? Сура толпы, аят 43 И Всевышний Аллах сказал, перед ними гиенна, не спасет их то, что они приобрели, и те, кого они взяли себе в покровители и помощники вместо Аллаха Им уготованы великие мучения Сура коленопреклоненная, аят 10 Когда раб Аллаха считает его своим единственным покровителем Господь дарует ему заступников и устраивает взаимопомощь и поддержку между ним и другими его верующими рабами И они станут его помощниками в угодном Аллаху А положение того, кто превращает творение в своего покровителя помимо Аллаха, будет совершенно иным Это две разные ситуации Точно так же ложное заступничество, представляющее собой предаванию Аллаху сотоварищей, это одно А истинное заступничество, утвержденное Всевышним и осуществляемое посредством исповедания единобожия, совсем другое Это развилка, на которой расходятся в разные стороны исповедующие единобожие и предающие Аллаху сотоварищей А Аллах ведет прямым путем, кого пожелает Таким образом, истинная подчиненность Аллаху, обудия, невозможна на фоне предавания Аллаху сотоварищей в любви В отличие от любви ради Аллаха, которая является непременным следствием этой подчиненности Возьмем, например, любовь к посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и предпочтение его в этой любви всем остальным людям В том числе и собственным родителям и детям Вера не будет полноценной без этого, поскольку любовь к нему непременное следствие любви к Аллаху То же самое можно сказать о всякой любви ради Аллаха Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Кому были присущи три качества, тот вкусит сладость веры Передали Аль-Бухари, муслим А в другой достоверной версии говорится Лишь обладающие тремя качествами вкусит сладость веры Тот, кто любит Аллаха и его посланника больше всего остального Тот, кто любит человека исключительно ради Аллаха И тот, кто не желает возвращаться к неверию после того, как Аллах спас его от него Так же, как не желает он быть брошенным в огонь Передали Аль-Бухари, муслим Аль-Байдави сказал В данном случае под любовью подразумевается любовь разумом Которая представляет собой предпочтение того, что выбирает здравый разум Даже если это противоречит страстям души Так больной испытывает естественное отвращение к лекарству Однако разум побуждает его стремиться к принятию этого лекарства И вызывает у него желание принять его Когда человек осознает, что веления и запреты Всевышнего Несут в себе лишь благо в этом мире и спасение в мире вечном И его разум побуждает его выбрать это То он приучает себя исполнять его веления Так что страсть его в конце концов Начинает подчиняться этим предписаниям И тогда человек начинает испытывать наслаждение разумом своим А наслаждение разумом Это когда человек видит совершенным и благим то, что действительно является таковым Всевышний сравнил это ощущение со сладостью Потому что это самое явное из осязаемых удовольствий Он также сказал, что эти три вещи были сделаны показателями веры Потому что когда человек осознает, что все милости и благо от Всевышнего Аллаха И что нет на самом деле иного благодетеля и дарителя благ, кроме него А все остальные лишь посредники И что именно посланник, мир ему и благословение Аллаха Разъяснил, чего желает Господь Это побуждает его всецело устремиться к нему И любить лишь то, что любит он И любить кого-то только ради Аллаха И быть твердо убежденным в истинности как благих, так и грозных обещаний его И тогда обещанное становится для него как то, что уже осуществилось И собрания, на которых поминают Аллаха Уподобляются для него райским садам И возвращение к неверию для него равнозначно попаданию в огонь Фатхальбари И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Кто любил ради Аллаха, ненавидел ради Аллаха Давал ради Аллаха и воспрещал ради Аллаха Тот довел свою веру до совершенства Передали Абудауд от Тирмизи А в другом хадисе сказано Если два человека полюбят друг друга То лучшим из них непременно будет тот, кто больше любит второго Привел Аль-Хаким Эта любовь относится к следствиям любви к Аллаху И чем сильнее она, тем сильнее породившая ее любовь к Аллаху Четыре вида любви Есть четыре вида любви, которые необходимо различать Ибо тот, кто не различает их, впадает в заблуждение Вид первый — любовь к Аллаху Ее одной недостаточно для того, чтобы спастись от наказания Аллаха и получить его награду Ведь многобожники и поклоняющиеся Кресту, и иудеи, и другие тоже любят его Вид второй — любовь к тому, что любит Аллах Эта любовь вводит человека в ислам и выводит его из неверия И больше всего Аллах любит тех, кто более тверд и упорен в этой любви Вид третий — любовь ради Аллаха Это непременное следствие любви к тому, что любит Аллах И любить то, что любит он, можно только ради него Вид четвертый — любовь к кому-то наряду с Аллахом Это любовь предавания Аллаху сотоварищей Если человек любит нечто наряду с Аллахом, не ради него То он приравнивает объект своей любви к Аллаху Это любовь предающих Аллаху сотоварищей Есть еще один вид, который не имеет отношения к тому, о чем мы сейчас говорим Это любовь естественная, то есть склонность человека к тому, что согласуется с его природой Это любовь жаждущего к воде, голодного к пище И это любовь ко сну и любовь к жене и детям Эта любовь непорицаема, если только она не отвлекает отпоминания Аллаха и любви к Нему Как сказал Всевышний Аллах, «О вы, которые уверовали, пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха» Сура лицемеры, аят 9 И Всевышний Аллах сказал, «Мужи, которых ни торговля, ни продажа, не отвлекают от поминания Аллаха» Сура свет, аят 37